Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем проект «Экспозиция в фокусе» и сегодня рассмотрим один из экспонатов. В третьем зале Государственного музея обороны Москвы находится интересный предмет. Нож «Финка» с ножнами командира батареи 508-го гвардейского артиллерийского полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии Виктора Кузьмича Добрицкого. И сегодня мы поговорим именно об этом ноже. Нож — это вещь универсальная. Можно вскрыть консервную банку, использовать вместо вилки. Да и вообще, нож он ведь всегда с собой и всегда может пригодиться. Ножом «Финкой» в Советском Союзе называли, да фактически любой нож, который было нельзя отнести к бытовым столовым приборам. Сам же нож подобного типа, как понятно, из укоренившегося названия появился в Финляндии. Изначально нож подобной формы использовался для очистки рыбы. Что интересно, изначально у ножей финского типа не было гарды, защищающей руку. Наличие гарды, как у этого экспоната, четко указывает не на заводское, а на кустарное производство. Еще до начала Великой Отечественной войны многие артели выпускали ножи финского типа. На заводе труд также было налажено производство подобных ножей. Ну а с началом Великой Отечественной войны в рембатах, рембазах, в батальонах аэродромного обслуживания умельцы-кустари также делали финки различного облика. Также во время Великой Отечественной войны появилась мода на наборные рукояти из плексигласа. Пластик тогда был новинкой. Пусть пластиковая, плексигласовая рукоять неудобна, на морозе руку холодит, если рука мокрая, то рукоять будет скользить, но это было именно проявление армейской моды. Нож также был предметом, который можно подарить в знак уважения. Ножи дарили друзьям, начальству, их всячески украшали. Это яркий представитель именно народного творчества и очень ценный, ценимый в особых кругах вещи. К интересным самоделкам относится и представленный нож. На клинке четко видно клеймо в виде кентавра в круге. Это клеймо фирмы Вильгельм Кобер и компания. Правда клеймо немного отличается от принятого. По-видимому, это из-за того, что заказ был размещен на стороннем заводе. Также четко видна надпись Ростфрей, что означает нержавеющую сталь. По совокупности признаков мы можем утверждать, что изначально это был немецкий столовый нож. Ну а после его сточили и получилась вот эта самоделка. Также присутствует гарда, как было упомянуто, верный признак, что это самодельное производство, кустарное, и плексигласовая рукоять. Выделяет этот нож то, что на наборной рукояти закреплена фотография. Принадлежал нож Виктору Кузьмичу Добритскому. Виктор Кузьмич Добритский родился в Краснодаре в 1919 году. В 1937 поступил в первое московское артиллерийское училище имени Красина. Ну а в 1941 году, в начале войны, он отправляется добровольцем на фронт. Участвовал в обороне Москвы. Дивизия, в которую он сражался, получила звание 5-й гвардейской. Виктор Кузьмич Добритский был человек геройский, от боя не бегал. Пять ранений и контузий, награжден медалями и орденами. Виктор Кузьмич Добритский скончался 10 апреля 1999 года. Бойцы и командиры Красной армии носили при себе фотографии родных и близких. Кто-то вкладывал фотокарточку в документы, кто-то в книжку, кто-то просто носил в нагрудном кармане. Ну а кто-то закреплял фотографии примерно вот таким образом, как Виктор Кузьмич на наборной плексигласовой рукояти ножа. Так и Виктор Кузьмич, не желая отставать ни от армейской моды, не желая, конечно же, оставаться без дорогого для себя предмета, во-первых, обзавелся таким интересным, уникальным ножом и закрепил на рукояти фотографию близкого человека. В 1992 году Виктор Кузьмич Добритский среди прочих предметов подарил нашему музею и вот этот финский нож с ножнами. И он находится в третьем зале постоянной экспозиции Государственного музея обороны Москвы. Спасибо вам за внимание, надеемся было интересно, ждем вас в нашем музее. Субтитры подогнал «Симон»